Итак, дорогие друзья, сегодня я расскажу, как справиться с тягостным чувством голода, который все знают, все, кто хотя бы один раз в своей жизни сидел на диете или ограничивал себя в питании, знают, что это такое и как тяжело бывает с ним справиться. То есть это основной враг всех диет. Так я покажу сегодня очень простой и, самое главное, безопасный способ, который поможет нам справиться с нашим повышенным аппетитом и с чувством голода. Итак, для этого нужно взять обычное топленое масло. Это масло я сделал сам из сливочного масла. Сделал я его следующим образом, то есть я купил сливочное масло, перетопил его в эмалированной кастрюле на медленном огне, дождался, пока образуется пена, потом я эту пену убрал и подождал до тех пор, пока, значит, вот это масло, оно приобретет такой янтарный цвет и запах попкорна. Масло считается готовым. На санскрите оно называется ги, вот, используется в индийской медицине, в ведической медицине и в обычной нашей традиционной и нетрадиционной, как хотите, да, любой медицине. Я вам покажу, как, значит, с помощью этого масла убрать чувство голода. Итак, если вы испытываете потребность съесть какой-то вредный продукт, какие вредные продукты, вы все прекрасно знаете, от которых происходит набор веса, или вы испытываете чувство голода, там, скажем, поздно вечером, когда кушать не рекомендуется, и вдруг возникло сильно желание поесть, нужно сделать очень просто. То есть нужно взять это масло, да, и чайную ложечку положить в рот. Показываем. Когда вы положили масло в рот, его нужно немножко подержать. И очень хорошо вот в этот момент представить самый свой любимый продукт. Ну, для кого-то это шоколад, для кого-то это соленая рыба, или, предположим, соленый огурец, неважно. То есть мы все знаем все наши пристрастия, да, то есть нужно выбрать все свое самое любимое, но и любимое в том плане, что то, что является вредным, то, что приводит к набору веса. Представить себе этот продукт, подержать во рту и проглотить. Значит, чувство голода пропадает примерно в течение 2-3 минут, ну и сохраняется достаточно долго. Если позывы к аппетиту, они продолжаются, то есть этот способ можно использовать сколько угодно долго. И, то есть по частоте здесь никаких ограничений нет. Из дополнительных эффектов, которые мы здесь получим, то есть прием масла сам по себе, он успокаивает нервную систему. Если масло принимается в вечерние часы, то есть это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает работу кишечника. И на следующий день будет, ну, достаточно такой хороший стул.